Отлично. Хотел бы вам сегодня рассказать про наш опыт на проекте BOL с абстракциями, как мы вообще пришли к абстракциям и почему вообще решили это называть true abstraction, использование как раз в Angular. Говорить будем об Angular плюс TypeScript по сути. Немножко обо мне, я являюсь сеньором биодевелпером. С Angular знаком очень давно. Это еще со второй версии Лискандидата 4. Не знаю, кто знает, не знает. Это тогда еще не было модулей. Модули подвезли в Лискандидата 5. Я бы еще немного писал без модулей. Angular Universal работал и в принципе сейчас работаю с обычным Angular. Просто с обычным Angular. В принципе, что мы сегодня обсудим, это вообще почему возникла проблема, что было root-косом. Поговорим об абстракциях в контексте Angular TypeScript. Я вам покажу достаточно простой пример, к чему мы изначально пришли, как был наш первый опыт использования абстракций. В принципе, какие мы видим плюсы и минусы тут. И еще более интересный экзампл, который мы нашли недавно. И мои как бы персональные советы. С чего, в принципе, все началось. Началось все с того, что на проекте у нас был external assessment. Проверяли проект, посмотрели, что мы как, как мы что используем, как у нас устроена общая архитектура, какие депенденсии мы используем. И, в принципе, одно из главных пунктов было, за что мы зацепились, это было переиспользование Moment.js на тот момент. И это стало для нас проблемой. Почему? Потому что, как мы выяснили, мы, в принципе, используем, мы тянем всю библиотеку Moment, а используем там достаточно мало. То есть какой в этом смысл мы как бы и не видим. И далее нам было предложено использовать, заменить OMG с другой библиотекой. И далее у нас как бы возникли с этим всем проблемы. С одной стороны, какие могут быть проблемы, но на тот момент у нас Moment использовался в 30 плюс файлах и 30 плюс местах, что как бы для нас было проблемой. В чем именно, давайте дальше смотреть. О проекте, в принципе, как бы достаточно обычный нагляровский Enterprise проект. По folder structure у нас, как бы, Core, Shared папочки есть, Lazy и Assets там для Static Images. Основной, как бы, основной тут будет vision, мы будем стоять на Core и на Lazy. Lazy это наши Lazy-модуля, там разные страницы, не важно, что там просто страницы, которые пользуются теми же, например, Shared-компонентами или Core-сервисами. Вот так вот, в принципе, на определенный момент времени у нас выглядел наш Moment Date Service. То есть обычный импорт Moment и далее, ну, к сожалению, больше вырванный из контекста, он был более более расширенный, но вырванный из контекста класс и, по сути, метод. Метод парсинга, конвертации даты в определенный формат. Ничего, в принципе, тут такого естественного нет, и пока проблем не предвещалось. Так вот мы используем, как видим, у нас Moment Date Service лежал в Core-сервисах. Папочка Core, там же есть папка сервисов, в них лежат наши все Core-сервисы. Так как у нас в папке Core есть и интерфейсы, и какие-то еще дополнительные наши константы и так далее. И обычный inject, inject Moment Date Service и далее использование, опять же, вырванный из контекста. Опять же, в данный момент ничего такого, естественно, тут нет. Далее мы понимаем, что, как бы, мы должны заменить Moment Date Service на другую, на другую использование, на другую конкретную имклементацию. В данном случае это был, как вариант, один из вариантов был, это был не окончательный вариант, важный момент, нужно подчеркнуть, а один из вариантов Date FNS, который на тот момент удовлетворял всем нашим требованиям и был более легковесный, чем Moment. Такой же пример сервиса, такой же пример метода, в принципе, как вы видите, один в один так же оно все выглядит, плюс-минус. И вот так вот мы, в принципе, уже можем заменить использование. Обычный сервис, Session Service, в данном моменте, думаю, не важно, как он используется, для чего. Факт в том, что для него нужно форматирование даты в определенном формате. Опять же, вырвано использование из контекста. Нам тут важно больше внедрение зависимости. В данном случае у нас Moment Date Service, это наша зависимость, мы ее внедряем в сервис. И как мы видим, слева пример это прошлый пример, а справа, как бы, такой вот наш вариант новый, Date FNS Service использование. На данном, по сути, тут поменялось только то, что мы внедряем. И далее, как бы, мы начинаем стоять чуть дальше и начинаем стоять на проблему. Такую, что при таком реплейсменте мы получаем, первое, Date Service это, в принципе, только пример. Пример нашей dependency главной, которая очень, в которой мы зависим от вот конкретной имплементации. В данном случае Moment JS Service это конкретная имплементация, и Date FNS также конкретная имплементация. И получаем, что в данном случае, чтобы Moment заменить Date FNS, нам нужно заменить, изменить, по сути, более 30 файлов. Как бы, ну, окей. Небольшая проблема, но, с другой стороны, далее, как я уже сказал, Date FNS один из кандидатов. Это не конечный вариант. И, соответственно, в перспективе, при решении, нам, возможно, придется бы перейти на что-то. Даже, например, обратно на Moment. И тут все будет уже в определенное время, зависит от того, сколько у нас использования этого сервиса. и начинаем, как бы, анализировать тот результат, который мы получили. Если сравнивать прошлый и нынешний результат, то мы, как бы, видим, что, как я уже сказал, использование это одно и то же. И единственное, чем отличается, это этим же dependency. И, как бы, в чем проблема взять и попробовать заменить вот этот Moment Date Service, Date FNS на что-то общее, не зависящее от имплементации. И получаем, что, в принципе, ну, давайте в лоб решение. Давайте просто возьмем и поменяем поменяем наше название сервиса. То есть не Moment Date Service, не Date FNS Service, а просто Date Service. И будем его использовать. Как бы, окей, все, проблема решена. Далее захотели, поменяли. Поменять пошли в Date Service и Date Service мы правим. Наш Core Service. И никаких проблем, в принципе, у нас, как бы, на данном этапе вроде как и нет. Взяли, захотели, поменяли, поменяли. И в итоге мы будем менять только название. Не название, точнее, а реализацию. А название будет то же самое. У нас не будет той проблемы с морем импортов. Но давайте посмотрим чуть-чуть более детально на эту проблему и глобально на это посмотрим. А если попробовать все-таки как-то это что с абстракцией сделать. То есть мы говорили, у нас есть конкретная имплементация. У нас есть что-то общее. То есть Date Service это наш общий вид. Давайте попробуем зайти со стороны абстракции. Как нам сделать так, чтобы мы использовали в наших сервисах, внедряли что-то абстрактное, не зная конкретной имплементации. А вот кто-то знал об имплементации, но мы все везде использовали абстракцию. Вроде как так правильно делать, говорят. Конечно, в контексте JS это тяжело делать. Но в контексте Angular это шкрипта. Попробуем что-то из этого выцепить. И, в принципе, выделяем такие вот правила для нас. То есть к чему мы будем идти. Первое, это главное правило. Нам нужно зависеть от абстракции, а не от имплементации. Получается выделяем наши подпункты, наши подзадачи. Это давайте сделаем абстрактный класс, который будет в себе включать все публичные методы. То есть так называемый контракт, по которому мы будем далее делать имплементацию нашу. Сделаем наш дейт сервис, как у нас и был. Конкретная имплементация, будь то для момента, будь то для DataFNS, но это будет конкретная имплементация. И далее мы, как мы видели на примере, мы должны использовать вот эту абстракцию. Инжектить и зависеть не от момента дейт сервиса, а от дейт сервиса, от нечто абстрактного. И самый главный такой пункт, в данном случае, по-хорошему, только одно место должно знать о том, что мы подставляем под эту абстракцию. То есть где мы вместо абстракции подставляем конкретную имплементацию. Чтобы дали в перспективе без особых проблем менять эту имплементацию, просто подставляя нужный нам класс. И первый пункт, это абстрактный класс. Вот так он выглядит, немного урезан, но все же плюс-минус так он выглядит на данный момент. Абстрактный класс, который позволяет делать нам TypeScript. Абстрактные методы. Тут, в принципе, ничего такого. Это наш контракт. Контракт, который нам говорит о том, что мы все, кто будет имплементировать данный класс, должны имплементировать все его методы. То есть реализовать каждый его метод, который указан как абстрактный. Идем дальше. И вот тут один из самых интересных и важных моментов. Наш конкретный сервис, то есть наш MomentDateService, который в данном случае, как видите, ExtendDateService. DateService это была наша абстракция. И в данном случае мы должны имплементировать каждый его метод так, чтобы наш контракт совпал. То есть в исходном MomentDateService должны быть все те же методы, которые задекларированы в DateService. Для того, чтобы TypeScript нас пропустил. TypeScript нам помогает и делает проверку того, чтобы сигнатура исходного класса совпала с тем, что мы хотим имплементировать. Дальше. И тут мы уже это видели, этот пример. Теперь важный момент, что мы теперь зависим не на CoreService, а сделали также папочку Abstraction. И вынесли туда этот DateService. То есть теперь мы удовлетворяем принцип тот, что мы зависим от чего-то абстрактного, не от конкретной имплементации. И все наши Dependency мы меняем на DateService. И вот теперь самое интересное. Как нам сделать так, чтобы в принципе одно место знало о конкретной имплементации. Да, чтобы мы вместо MomentDateService могли использовать DateService везде. Но в действительности вместо DateService должен подставиться MomentDateService. То есть DateService в данном случае это просто класс без реализации. То есть методы не имеют никакой реализации. Соответственно нам нужно подставить конкретную реализацию под этот класс. Чтобы мы могли пользоваться функционалом. Функционалом имплементации. И тут мы уже уходим чуть дальше. В принципе, насколько нам всем известно, Angular нам позволяет провайдить классы и токены. Токены это еще пошло давно. Это было, насколько я помню, раньше был OpaQ токен. В данном сейчас есть Injection токен. И нас больше в данный момент интересуют классы. Классы могут выступать как сущность для того, чтобы делать Dependency Injection. То есть как-то внедрять. сущность в другие сущности. Теперь поговорим о интересных моментах, которые нам помогут сделать эту нашу абстракцию. То есть есть механизмы, которые помогут нам это сделать. А именно Use Class, Use Factory, Use Value и Existing. Use Value нужен для того, чтобы под определенное значение. В данном случае, например, как пример, может быть токен. Под токен с Use Value провайдить любое значение. Будь то константа, строка, но не важно. Число это не имеет значения. Нас больше тут интересует. Use Factory нас в принципе не особо интересует, но нужно для вызова просто мета какой-то функции. Но самое для нас тут главное это Use Class и Use Existing. О них мы и поговорим чуть дальше. И вот в принципе наша магия. Что тут происходит? Изначально, когда я говорил о структуре нашего проекта, у нас в AppModule встраивается Imported Core Module. И в принципе все, что проводится в Core Module, является синглутонами для всего приложения нашего. То есть это в Core Module провайдятся все наши Core сервисы. По сути наш костяк всего приложения. И далее мы тут видим интересный момент. То есть мы говорим Angular, Angular. А подставь нам место, ну образно говоря, подставь нам место Date Service, Moment Date Service. В результате мы получаем такую интересную логику, что когда мы запрашиваем в Dependency у Angular Date Service, Angular проверяя то, что есть у нас подстановка, то есть вместо Date Service мы будем использовать Moment Date Service. И в результате мы будем использовать конкретную имплементацию. В данном случае это Moment Date Service. То есть вызывая метод, например, форма Date у Date Service, благодаря вот этой вот подстановке мы получим конкретную имплементацию в виде Moment Date Service и в виде форма Data для Moment. И теперь мы получили как бы такой вот результат. Все компоненты, к сожалению, нам пришлось поменять все импорты с Moment Date Service на Date Service, но мы получили от этого бенефит. В перспективе мы такого больше делать не будем. Почему? Потому что теперь у нас все компоненты зависят, не компоненты, а сервисы. Все, кто использовал Moment Date Service в прошлом, а в данный момент теперь используют Date Service, некую абстракцию, ее и будут использовать. Соответственно, если мы в перспективе, нам нужно из Data Finance Service перейти на Moment Date, на что-то иное, то это нужно будет создать новый сервис с конкретной имплементацией, заимплементировать нужный нам класс, то есть в данном случае Date Service, и подставить в Core Module вместо Moment, ну, вместо Date FNS, нужный нам сервис. И все. То есть в данном случае у нас никаких импортов, не нужно нам будет менять, в принципе, импорты и ничего кроме этого. Небольшой итог по этому всему. Из плюсов мы получаем, что, опять же, так как мы говорили, мы зависим от абстракции, не от конкретной имплементации, только одно место, в данном случае Core Module, знает о конкретной имплементации, и мы получаем в перспективе легкий вариант для того, чтобы поменять эту имплементацию. Опять же, повторю, Date Service — это в данном случае пример и работа с датами. И в данный момент мы все же получаем минусы. Минусы — это достаточно сложная архитектура, мы получаем новую папочку абстракции, мы внедряем какую-то, у нас получается, добавляется какой-то некий абстрактный класс, что не характерно для Angular приложений, и, в принципе, особо этого не встречал в примерах. и получаем достаточно сложный подход в изменении этой логии. То есть, если нам нужно, мы понимаем, что нам нужно что-то поменять в конкретной имплементации, того же, предположим, Moment Date Service, добавить какой-то метод, то нам придется добавить этот метод в абстрактном классе и добавить этот метод в имплементации, и только потом мы сможем это использовать. К сожалению, вот так вот. Тут уже каждый для себя будет делать рядов. Стоит ли оно? Не стоит. Но я, пожалуй, покажу более интересный пример в данный момент. Он будет более сложным, но, возможно, кому-то покажется более интересным. В данный момент, если говорить о нашем проекте, то у нас более 30 общих компонентов, так называемые Shared. То есть в папочке Shared у нас около 30 компонентов. Они используются повсеместно по всему приложению. Примерно 15, там уже, наверное, более 20 core-сервисов для различных нужд. И около 100 разных страниц, которые используют эти компоненты. И интересный момент, о котором мы будем говорить, это у нас есть компоненты, которые используются в принципе по всему приложению. То есть там один компонент используется более 5 раз в разных местах. И, как бы, будем мы сейчас говорить, внедрим такое понятие, какой-то Shared Table Component, назовем его Event, Events Table Component. Скажем о том, что у нас лежит Shared папочки. И в данный момент будем говорить о том, что он используется в двух разных местах. В двух, в трех, в четырех, в данный момент не важно. И далее момент важный, то, что это не просто общий компонент, а он может использоваться как уже готовая сущность, вставить куда-то страницу, прикинуть данные и далее использовать. Либо это компонент другого компонента. То есть получаем еще более сложную иерархическую логику. И тут мы уже подходим к тому моменту, в принципе, как происходит связывание компонента между собой. То есть просто, как правило, у каждого общего компонента есть свой модуль. Нам нужно использовать этот компонент, добавляем в template, добавляем модуль в импорт текущего нашего компонента и все, используем. Тут, в принципе, ничего нового мы не используем. Если нужно пообщаться между компонентами, пары отвечают input, output и особых проблем в данный момент нет. Покажем, в принципе, внедрим опять же понятие инфраструктура компонент, инфраструктурный компонент и скажем, что у него есть, например, компонент A, компонент B, вот в таком вот виде, и наш Event Table. Нам тут важно то, что есть инфраструктура компонент и она, в принципе, достаточно логически закончитый компонент, себя выключают остальные какие-то логические компоненты, и мы можем брать и вставлять инфраструктуру туда, куда нам нужно ее использовать, прокидывать туда данные. и давайте еще дальше. Сейчас, секундочку. И опять же, будем говорить, а вот в данном случае нас интересует вот этот компонент, он у нас будет главным и мы на него будем обращать внимание. Предположим, что мы эту инфраструктуру, которую у нас используем, на четырех страницах, двух, четырех, трех, в данном случае не важно, но мы знаем о том, что это не компонент чего-то определенного, то есть это общий компонент, который используется повсеместно. Соответственно, проектируя его архитектуру, его логику, мы должны понимать, что он, это тоже некая что-то, некая абстрактная сущность. И, как бы, простой пример. Нам нужно в таблицу ивентов, в зависимости от страницы, прокинуть тайтл. То есть, есть, как бы, капшин обычный, то есть, у всех таблиц есть заголовок, да, и нам нужно этот заголовок в зависимости от страницы поменять. То есть, банальное решение то, как, в принципе, мы делали, и, как бы, искренне будем делать в обычных случаях. То есть, берем, создаем input-параметр в event в таблице, создаем input-параметр в инфраструктуре, например, event, able-title, и везде, где нужно, мы начинаем использовать. То есть, в данном случае мы видим ничего по-сложному. То есть, берем input-output, в данном случае исключительно input, прокидываем через два компонента, и получаем в нужном нам месте нужный нам тайтл, в зависимости от использования. Какие проблемы, вы скажете? То есть, как бы, вот банальный пример. То есть, берем нашу инфраструктуру, наш page-a, который включает все инфраструктуру, мы говорим, отдай мне для, поставь мне для event-таблицы вот такой вот page-1 title. Инфраструктура также через input-параметр прокидывает его, и в результате, как бы, камон. А при чем тут абстракции? Какие тут проблемы? В чем? В чем вообще дело? Но это мы и так все знают, что input прокинули компоненты, все, ничего сложного. Какой адванс пример? Я думаю, сейчас многим из вас будет очень, такое, как бы, дежавю. Это действительность, наша реальность. То есть, мы начинаем вот с такого примера. Пришли к нам requirement, начали мы делать компоненты, все хорошо, никаких проблем. Page-1 title, опять же, из контекста. В данном случае важно то, что это достаточно простой тайтл. Просто строка. Да, то есть, какой? Для строки ничего смысла нет строить. Просто прокинули, никаких проблем нет. И так было. Так было долгое время, и опять же, ничего сложного тут не было. Но, идем дальше. Прошла одна неделя. Да, то есть, у нас уже появилось какое-то ID. Да, то есть, у нас появилось поле ID какой-то непонятное. И теперь у нас, как бы, Page-1 говорит о том, что подставь мне что-то другое. То есть, я не хочу статическую строку в виде тайтла. Я хочу что-то другое туда иное прокидывать. Важная оговорочка тут будет о том, что Page-1 это хочет. Page-2, например, также держит пока статик строку. Окей, идем дальше. Все, ладно, не проблема. Расширили компонент. Да, этот наш класс. Page-1. Добавили туда поле ID. Неважно, как оно в данный момент туда попадает. Вот теперь формируем тайтл чуть по-другому. Хорошо. Прилетели нам импрументы. Я думаю, многим это знакомо. Вот не хотим мы такой простой тайтл, хотим по-другому. Не проблема. Просто какой-то глобальный фильтр, который дистрибуется по всему приложению, у него есть период. Период, например, неделя, день, час, неважно. То есть мы уже понимаем, что для Page-1, для инфраструктуры и для компонента таблицы, которая находится в этой инфраструктуре, там уже мы хотим видеть на этой странице другой тайтл. Окей, хорошо. Давайте расширим, добавили в компонент. Внедрили сервис, вызываем метод. То есть у нас уже достаточно сложный тайтл получается, который состоит из двух динамических переменных. Окей, хорошо. Пока, в принципе, выглядит компонент неплохо. Давайте идти дальше. Что в этом, опять же, такого сложного? Еще один improvement. А что тут, например? Теперь мы хотим еще какой-то сервис, который знает какие-то данные. То есть, опять же, вырвано из контекста, но мы получаем то, что мы тайтл должны опять же расширить какую-то еще одну dependency, потому что из этой dependency, из этого сервиса мы можем получить нужное нам значение. Там сервис name, сервер name, там какое-то еще значение, там юзер name, неважно. То есть, мы теперь получаем, что на Page-1 у нас теперь title для event таблицы зависит уже от трех переменных. Окей, не проблема. Опять добавили, идем дальше. Опять же, оговорюсь на том, что на остальных страницах там своя логика и свой title. и мы понимаем, что компонент, этот компонент использует непонятно, зачем вообще эти наши сервисы, и мы говорим, хорошо, конструктор неинтересно, давайте возьмем и вынесем в метод. То есть, чтобы это было понятно, чтобы это можно было как-то, в принципе, даже теоретически в перспективе протестировать, и как бы сделаем компонент, делаем сервис отдельный под это все, и теперь этот сервис себя инкапсулирует, все наши dependencies, которые были для этого, которые используются компоненты, исключительно для title. И мы теперь компонент из компонента убираем все эти dependencies и вставляем вот в наш page1 сервис, например, в котором есть один метод getEventsTableTitle. И как бы, окей, хорошо, не проблема, выглядит даже неплохо. Многие скажут, зачем для таких целей сервис, но окей, в принципе, так, возможно, даже выглядит поинтереснее и покрасивше. Прошло опять время, прошли импровменты, и мы получаем вообще какую-то невероятную кашу. Но теперь мы возвращаемся к тому, к тому же, чему мы начинали. DateService. А если пойти вообще по-другому? А если сделать, как увидим сверху, делаем, например, тот же абстрактный класс EventStableData, говорим, у него, defining у него абстрактный метод getTitle, и далее, в принципе, практически ничего не меняем, кроме того, что теперь этот Page1 сервис, который занимался исключительно, он имел один метод для того, чтобы сгенерировать, сформировать title для ивентов. Теперь он extended для того, чтобы совпала сигнатура, контракт, как мы назвали, между EventStableData классом и сервисом. И далее мы видим Page1 модуль. То есть, мы видим в данном случае у нас модуль, в котором мы говорим, а подставь ко мне место EventStableData нашего абстрактного класса, поставь конкретную имплементацию. То есть, компонент уже наш, который был раньше, он не инжектит никакие Page1 сервисы, он в принципе не знает об этом, ни о каком title. То есть, мы уходим вообще к другому подходу. К подходу не передавать данные через input, в компоненты, в сложной иерархической структуре, а уходим к тому, чтобы провайдить это через AngularDependencyInjection. И в результате мы получаем, что EventStable теперь не принимает input параметр title, а вызывает свой класс EventStableData и вызывает у него метод getTitle. В принципе, окей. Получаем теперь достаточно логический вопрос. А если я не хочу это вообще ничего делать, то есть, я хочу просто взять EventStable, мы говорили о том, что это вообще достаточно простой компонент, и я не хочу никакие классы создавать, я хочу этим компонентом пользоваться как раньше. Просто оставил, прокинул тут данные, у меня все завелось, и никаких проблем вообще с ним нет. Окей. Давайте делаем ByDefault, то есть, создадим класс, в данном случае сервис, заэкстендим EventStableData, этот наш абстрактный класс, совпадает сигнатура и создадим просто EventStable, статический тайтл, ничего сложного. И уже в этом модуле, в нашем EventStable компоненте, мы вместо EventStable используем дефолтный. Соответственно, прозвучит достаточно логический вопрос. А что нам делать, если в том примере с Page1, то есть, у нас есть дефолтная имплементация, у нас есть имплементация в том классе, и что нам, как Angular вообще будет разруливать. То есть, тех, кто, я думаю, таких много, тех, кто более детально разбирался с этим, ByDefault, без вот этого подчеркнутого декоратора SkipSelf, Angular пойдет искать в текущем инжекторе эту зависимость, и в EventStable он ее найдет, как мы видели с прошлого слайда, он найдет дефолтную имплементацию, и вернет нам в EventStable. А то, что мы там в Page1, извините, в Page1 мы там делали, импортили, экстендили, имплементировали класс, добавляли нужную нам логику, оно все не будет работать. Но, Angular как бы позаботился об этом и добавил достаточно интересный декоратор SkipSelf. Что он тут делает? Это все, в принципе, достаточно просто. Идет он, ищет не от текущего инжектора, а ищет у parent. Что это значит? Что сначала пойдет, вот, есть у нас класс EventStableData, то, что мы говорили изначально, помните о том, что Provided Angular нам позволяет токены и класс, в данном случае класс. И вот этот EventStableData является у нас неким уникальным инстансом, по которому Angular будет инжектор что-либо. Мы идем вверх и вверху, в данном случае, если этот EventStable будет использоваться в нашем page1, на нашей странице первой. Angular найдет подмену, которую мы видели ранее. Вот она, наша подмена. Вот, совпал класс, и мы как бы далее идем и подставляем page1 сервис. То есть, сигнатура совпала, и далее, благодаря этому мы будем использовать в нужном месте нужную нам конкретную имплементацию. А что же это, соответственно, вопрос о том, что, а если я не делаю имплементацию, то есть, не нужно нам, мне подходит вот этот EventStable статистический тайтл, я просто хочу использовать таблицу. Не проблема. SkipSyl в принципе нам ничего не сломает. То есть, поищет у parent инжектора, не найдет у parent инжектора, дальше будет искать у своего инжектора, и он его найдет, потому что, как мы видели, у нас есть дефолтная имплементация. В результате получим то, что компонент будет использоваться так же, как использовался, но если мы хотим менять тайтл, будем его менять вот так вот. Опять же, SkipSyl только говорит док ангуляра, ищет в parent инжектора. В принципе, ничего сложного. Теперь, как бы, мои личные какие-то советы, что ли, это, наверное, обратить внимание и открыть для себя, кто не в курсе, кто не знает, это use class, use existing, use value, use factory. Это достаточно мощный механизм ангуляра, который позволяет подменять dependency. Не только подменять, а в принципе, как бы, работать с чем-то, с тем же токенами, и менять значение через DE ангуляра, а не через что-то иное. И есть достаточно интересные декораторы, которые работают с многими сущностями, но в данном случае нас интересует действительно с injection. Это host, skip, skip-self и optional. Ну, в данном случае мы рассмотрели skip-self, который нам помогает решить нашу вопрос, нашу проблему, и, наверное, самый главный мой посыл, это ангуляр достаточно мощная вещь, и под капотом много вещей, которые, к сожалению, документация ангуляра достаточно плохо об этом рассказывает. То есть, да, это большая проблема, в доке тяжело понять, вообще, зачем это, что, как, маленькие примеры, но поискать примеры можно, и, в принципе, разобраться с этими декораторами, и использовать ангуляр на все 100. То есть, можно решать комплексные задачи достаточно просто, как бы это ни звучало. Если у вас какие-то есть вопросы, готовы слушать. Алло, привет, меня слышите? Да, слышно. Есть какие-то вопросы, например, у меня сейчас такая ситуация, мне структура моих компонентов статично неведома, мне структура приходит из базы. Ну, типа, как размальовывать страницы, какая вложенность компонентов и так далее. Я так понимаю, что тут надо представить самому, написать конкретно что, что инжектировать и так далее. А как-то динамично это делать? Ну, опять же, мы в данный момент не... У нас ангулярно в случае помогать с этим всеми подходами позволяет нам на любом уровне проводить то, что нам нужно. То есть нам, как я уже показал, помните, изначально было events table, events table лежит в инфраструктуре, а инфраструктура лежит в page 1. То есть структура достаточно вложенная. И на самом деле без особых проблем мы могли бы вот этот вот events table data class переопределить на любом из уровней. Это не проблема. Вопрос в том, что уже то, главное, где нам нужно использовать, там вот сказать с помощью вот этих вот декораторов, которые я вам показал, скипски, усэп, optional, с помощью них уже решить, а какую из этих всех переопределений мне использовать. Верхнюю, нижнюю, или какую-то определенную. То есть в данном случае структура, как опять же в моем примере тоже по сути, events table используется не обязательно в качестве чего-то, там компонента, другого компонента. То есть она у нас на проекте используется как компонент другого компонента и как компонент на странице. Соответственно, в любой уровне вложенности. Зависит от того, где нужная нам депенденция, по сути, подставляется и значение. Вот самое главное. Надеюсь, я ответил. То есть еще немного дополнительное вопрос. То есть если я имею например, измененную назву, куда нужно вставить, а что нужно вставить, то оно так и работает. То есть у меня нет сначала никакой информации. Сейчас. А можешь еще раз, пожалуйста? за меня. Вот допустим, мне пришел из базы какой-то JSON и там есть ну типо назвы компонентов. Я могу их зминно прокинуть куда-то. Типо, чтобы подключить что-то, инжекнуть. То оно так через змину прокатывает? Конечно. То есть можно через, опять же, тоже вариант с токеном или useFactory. UseFactory вообще там вся фишка в том, что отличие от useClass он useFactory может в рантайме провидать значения. То есть, например, говорим токен, какой-то там, неважно. токен A, то есть это injection токен, ангуляровский токен. И мы говорим, что вот useFactory и вызываем вот эту фабрику, которая будет в рантайме определять, что мне нужно. То есть, какие мне нужны в данном случае, какие мне нужны компоненты. И, соответственно, везде, где нам нужно, мы будем этот injection токен через inject провидить к себе в нужное место. И, соответственно, в рантайме мы будем получать нужное нам значение. за допомогой окременного класса. Можливо, у вас на проекте что все-таки есть логично поясненному. есть достаточно неплохие языки. Ну, возьмем как бы тот же java, который, насколько мне известно, без может, кто более детально знает, тот же dependence injection можно делать с помощью интерфейсов. То есть, изначально вообще идея была в том, чтобы не классом пользоваться, а пользоваться интерфейсом. То есть, вместо того date-сервиса использовать вот интерфейс, действительно настоящую абстракцию, потому что интерфейс не имеет реализации по-настоящему. То есть, не нужно писать будет этот абстракт или что-либо. Но, к сожалению, TypeScript и Angular в этой связке не поддерживают интерфейсы как возможность для injection. Я находил там статью и на GitHub находил такой, как бы, ищу, там, где они говорят, что по-хорошему, если TypeScript сделает нужное изменение, то мы к этому придем со временем. Я очень жду этого изменения. Вот для этого, к сожалению, невозможно использовать интерфейсы, поэтому, скорее всего, они не так обособленно используют. Используются. Угу. Дякую.